Ты снимаешь это, да? Записываем. Не все выдерживают это послание. Это до семейного архива. Очень строгое послание, поэтому прошу вас внимательно слушать. У кого есть эти Библии, откройте свою Библию, давайте, чтобы вы вместе следили. Ну, поверьте, я буду читать с Библии. Это вот такая Библия. Хорошо. Готовы? Да. Аминь. Представляем человека с длинной белой бородой, с посохом, о морщине, если малахе. Он говорит, ты мне мешаешь, уйди в сторону, уйди. Ты мешаешь мне с аудиторией, сядь, все, сиди. Поверь, это вживую нужно. Он, он, он серьезный мужик. Я хотел даже как-то постановку сделать, грим, одеть бороду и наизусть выучить это послание и вот так говорить его. Но там нужно, чтобы хрип такой голос был, он такой мужик. Пророческое слово Господа к Израилю. Через Малахию. Я возлюбил вас. Я возлюбил вас, говорит Господь Забоум. А вы говорите, в чем ты явил любовь к нам? Не брать ли Исаф Якову? Говорит Господь. Однако же я возлюбил Якова. Я возлюбил Якова. А Исафа возненавидел. Придал горы его пустошению. Владень его шакалом пустыни отдал. Если и дом скажет, а мы разорены, но мы восстановим разрушенное. То Господь Сабоум говорит, они построят. А я, говорит Господь, разрушу, прозову их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши. Ваши глаза это увидят. И вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Сын чтит отца своего. Рад господина. Если я, отец, где, где почтение? Если я, Господь, где благоговение, предо мною, говорись Господь, вам, священники! Бесславище имя мое! Вы говорите, а чем это мы бесславим имя Твое? Господи! А вы приносите на жертвенник? Мой нечистый хлеб приносите! А говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое, больное, не худо ли это? Ну-ка поднеси князю твоему. Будет ли он доволен косым, хромым, кривым? Благосклонно ли приметь тебя? Так молитесь Богу, что помиловал нас. А когда такое сходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь. Савов, лучше бы кто-нибудь у вас запер двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Савов. И приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада будет великое имя мое в других народах. Между народами. И на всяком месте, на любом месте будут приносить фимеам именем моему и чистую жертву в других местах. Слушай, Израиль. Великое мое имя будет между народами, говорит Господь Савов. И вы хулите его тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Доход от нее, ну, ничтожная пища. А потом говорите, ой, сколько труда! Пренебрегаете ею, говорит Господь Савов. Приносите украденное, хромое, больное. Такого же свойства приносите дар хлебный. Могу ли я с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь. Проклятый лживый, у которого в стадии есть неиспорченный самец. А он дал обед и приносит ж Господу в жертву поврежденное. А в стадии хорошее. Ибо я, царь великий, и мое страшно у народов. Итак, для вас, священники, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и не примете к сердцу, чтобы воздать славу имени моему, говорит Господь Савов, то я пошлю на вас проклятие. Прокляну ваше благословение и уже проклинаю. Потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму вас в плечо. Помет! Раскидаю на лица ваше! Помет праздничных жертв ваших! Выбросят вон! Вместе с вами! И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием. Говорит Господь Савов. Завет мой с ним, с Левием, был завет жизни и мира. Я дал его ему. И благоговел перед, и он благоговел перед, боялся меня, благоговел перед именем моим Леви. Закон истины был в устаре. Как его неправды не обиталось у него? В мире и правде он ходил предо мною и многих отвратил, остановил от греха. Вот это был человек. Ибо уста священника, уста священника, уста священника должны хранить видение. знания, знания, слово. И закона ищут. Закона ищут. из уст его. Потому что он вестник Господа Савов. Но вы уклонились от пути своего. Для многих послужили соблазном в законе. Вы, пасторы, священники, разрушили завет Левия, говорит Господь Савов. Зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом. Так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах своих, в делах закона. Не отдельно у всех у нас отец, не отдельно Бог сотворил нас. Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда. Мерзи совершаются в Израиле, в Иерусалиме, в Украине, в Казахстане, в России. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь Ишатров и Аклевых, бдящего на страже, отвечающего, приносящего жертву Господу Савову истребит. Вот что еще вы делаете? Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа. Иди, женщина, плачь нам Богу своему. Рыданием и воплем. Так что Он уже не презирает больше на приношение и не принимает уменьшительные жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Между тем она подруга твоя, законная, жена твоя. Не сделал же того, что он один в нем пребывал дух превосходный. Что же сделал этот один? Он не желал получить от Бога потомство. Так берегите дух ваш. Никто не поступай вероломно против жены юности своей. господь ненавидит развод. Господь совов говорит, наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами и говорите, а чем это мы прогневляем его? Тем, что говорите всякий, делающий зло, хорош перед ночами Господа. Все нормально. Злодей делает хорошо. Молодец. Все нормально. Прокатило. У него денег хватает. И к таким он благоволит нормально. Или а где же Бог правосудия? Вот я посылаю ангела моего и он приготовит путь предо мною. Внезапно придет к вам в храм свой Господь, которого вы ищете и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Собоов. Кто выдержит день пришествия его? Кто устоит, когда он явится? а? Ибо он как огонь расплавляющий. Он как огонь. Он как щелок очищающий. Он сядет переплавлять и очищать серебро. очистит сынов влево. Очистит огнем и переплавит их, как золото, как серебро, чтобы приносили жертву Господу. Не просто жертву, в правде. Тогда было благоприятно будет жертва Господу, жертва Иуда и Иерусалима, как в древние дни, как в прошлое. Летай, ему будет хорошо. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев, прелюбодеев, тем, которые клянутся ложным, удерживают зарплату у работников, притесняют дому сироту, отталкивают причальцы. Меня не боятся, говорит Господь Собов. Вот я, Господь, я не изменяюсь. Посему вы, сыны Якова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь Собов. Вы скажете, а как нам обратиться? А можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете вы скажете, чем мы обкрадываем? Что мы взяли у тебя, Боже? Не знаете, чем? Десятиною и приношениями! Проклятием вы прокляты! Потому что вы весь ворот обкрадываете меня! Принесите все десятины! все десятины, которые украли! Все приношения! В дом хранилища, чтобы в доме моем была всегда пища! Ну хотя бы вы испытаете меня! Ну ребята, не открою ли для вас я отверстий небесных? На изолю ли на вас до избытка? благословение до избытка! Да я ребята, я для вас запрещу пожирающим плоды ваши земные и виноградная лоза на поле не лишится плодов и прибыли, говорит Господь самому. Блаженными будут называть вас народы, землей вожделенной будут называть, говорит Господь. дерзосты слова предо мной, слова ваши. Вы скажете, а что мы говорим против тебя? А вы говорите, бесполезно служению Господу. Что толку? Где прибыль? Чтобы соблюдали постановление его, ходили печальной одежды при лицом Господа. И вот ныне считаем тех надменных, негодяев, счастливыми, нехорошо устроились, сядь, сидят хорошо, делающие беззаконие. Хотя и скучают Бога, но остаются целы. Ну что? Но боящиеся Бога говорят друг к другу, подталкивают, ободряют, говорят друг к другу, слышит Господь, внемлит и слышит Господь. И перед лицом его пишется памятная книга, эти верующие говорят, что пишется книга, боящаяся ищущих имя его. они будут моими, говорит Господь Собов, который я в тот день, который я сделаю, буду миловать их, как милует сын, человек сына своего и служащего ему. Тогда снова увидите разницу, различия между праведником и нечестивым, между служащим им Богу и неслужащим ему. Вот. Потому что придет день, пылающий, как печь, жар от него идет, придет этот горячий день, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, как солома будут брошены в печь, они будут брошены в печь. Вот в этот день вы узнаете, он не оставит у них ни корня, ни ветвей, а для вас, благоговеющие перед именем моим, зайдет солнце правды. Может быть, сейчас ночь, может быть, не видно солнца, но для вас зайдет солнце правды. исцеление в лучах его вы получите. И выйдете, изыграете, как сельцы упитанные, будете скакать, радоваться, вы не будете голодными, вы будете молодыми, сильными, как сельцы упитанные, изыграете, и будете попирать нечестивых. Ибо они будут прахом, стопам ног ваших, говорит Господь Солом, прахом, прахом. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедовал вам на Хариве, для всего Израиля, ровно как и правила, и уставы. Вот я пошлю к вам Илью, пророка Ильи, перед наступлением меня Господни великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Таково было слово Господне пророку Малахи. Аминь. 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 Академия. Только шелкало. Жуть и навел. Цель достигнута.